здравствуйте дорогие товарищи в студии аврора михаил делягин депутат фракции справедливой россии патриоты за правду государственной думе заместитель председателя комитета комитета по экономической политики добрый день здравствуйте и чем пахнет пахнет спонсором 2023 года водкой а вот я хорошо помню двадцатом году конце двадцатого года это был год коронавесия первый год это значит мимо витрины алкогольного магазина им плакатик такой год одним шампанским не проводишь точно спонсор две тысячи двадцать третьего года производитель водки но поскольку он забыл заплатить авроре за рекламу мы не будем называть его и с вами в студии главный редактор георгий федоров заметьте здесь вот не водка не коньяк а просто чай или кофе соответственно это итоговая передача она такая вот вот вы подумайте что сейчас михаил делягин перед тем как начать наш эфир опрокинул стопочку другую спонсоров наших нет нет и я тоже георгий сам видел как я варил это кофе что-то варил кофе кофе но что случилось с этим кофе по дороге от кофеварки сюда мы же не знаем мы не знаем но на вкус то как судя потому что михаил геннадьча занюхивает искусственными этими это значит хороший кофе хороший кофе крепкий ну ладно поехали начну хотелось обсудить итоги двадцать третьего года ну и постараться сделать прогноз на будущее ну хочу я это повысить градус граждане наш тут которые нас смотрят спрашивают первый вопрос по поводу вот этой вот скандальной вечеринки клубе мутабор помнишь такой советский мультфильм был мутабор когда там все таки это было заклинание да 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 и там вот эти вот я не очень понял в чем скандальность вечеринки в частная вечеринка собрались клоуны снимали друг друга кто это все выложил интернет госпожа собчак москве намного худшие вечеринки проходят я должен сказать иногда а не то чтобы я был участник у меня другие интересы жизни но я могу сказать что ребят даже не выезжая в дубай не выезжая там на какую-нибудь новую ригу рублевско крушевельский федеральный округ но слушать ну ну да набил себе какой-то клоун татуировку грамматической ошибкой ну это не самое это не самое неприятное зрелище было там на этой вечеринке что я обратил внимание честно говоря на этой вечеринке ну как это анекдот про василий иванович с петькой как-то значит вот что такое слово патриция патриция это такое патриция собрались гитарами устроили оргий ну кашу партийцы вызвали девочек бухнули хорошенько а вот патриция что такое да печатка партийцы даже примерно понимаем какой партии наверное это партий не ну там судя потому что я там посмотрел это через партии нет я не про это я так на фотографии некоторые посмотрела я увидел в этом признаки экстремистского сообщества мягко выражаясь которые в государственной думе недавно было принято законом я эти у нас пропаганда лгбт запрещена очень давно поэтому если какой-нибудь мужик вдруг начинает сосать шок слушай а михаил георгиевич я сейчас шедневно давайте закончим если я правильно помню именно о носке там еще была речь о киркорове господи слушайте но это порнография вот порнография у нас запрещена законом вот я и говорю так вот я и говорю там ведь киркоров наверное с пугачёвой будет еще и на голубом огоньке а это вообще будет голубой огонек это же голубой ну кстати это пугачёва говорят что свой телеграм-канал открыла почему-то хочет в россию опять возвращаться видимо денег хочется господи а не достаточно в каком ну слушайте кому же в прибалтике нужна баба яга это элемент российского русского фольклора а не прибалтийского у них есть своя у кого-то литовского кого-то латвийская у литовцев кстати чубайс есть знаете что такое чубайс это маленький чертенок который живет за печкой такой недодомовой домовой обычно дом чубайс это прямом смысле чубайс чубайс по белорусски чубысь литовский чубайс это вот это вот мелкая нечисть который живет в доме всем гадят хера себе извиняюсь мелкая у нас в россии она не очень-то мелкая мелкая литовская гадость в россии вырастает до масштаба исторического явления почему они все так нас любили когда из нас деньги сосали потому что в литве это мелкий бесенок которого за пределами его хутора никто не знает а в россии это чубайс в израиле ну то же самое с госпожой пугачевой ну там свои бабки-юшки и в россию хочется бабок пососать понятно что у нас сегодня передача все про носки прососать а вот показывать это публично процесс сосания нас уже будет лгбт пропаганда давайте давайте закончим нашу так скажем вопрос закроем с этой мутобор вечеринкой все просто в чем ну не ну вот почему так общество отреагировал так потому что завтра этих уродов эти уроды будут это общество учить потому что саму телевизору морали нравственности патриотизму обязательно будут учить жизни будут учить госпожа сообщак у нас они герой россии она у нас кандидат в президенты было в семнадцатом году была такая и я думаю что в этом году просто не удалось ее убедить идти на выбор там с юлинским пришлось возиться с надеждином с каким-то а если бы она милостью согласилась то ёба опять выдвинули пугачёва не собирается взять в президента россии было бы очень интересно она по-моему другой гражданство вместо собчак кажется кстати собчак тоже имела израильского гражданства и не помешало пугачёву не помешать на же для расти не руковод нас или расти от для расти это другой акцент на это нюанс есть нюанс ну что поехали за меня нет как москвич не там ставлю ударение да так вот значит второй вопрос согласно подсчетам банк россии по итогам двадцать третьего года годовая инфляция складывалась диапазоне семь семь с половиной процентов в общем да откуда цб берет эти слушайте я конечно категорический противник наркомании я категорический противник легализации марихон я сразу вам всем хочу сказать наркотики это абсолютное зло это зло хуже фашизма если у меня вопрос отчего это у нас банк россии безнаказанно проповедуют наркомании об кондиру понятно что не обкурившись такой прогноз вернее такую констатацию факта подавать очень сложно почему банк россии публику официальные данные инфляции тем самым заниматься пропагандой наркомании наркомании извините я что в чём суть-то до кого-то хотелось у вас какой законодатель и спросить чем смотрит генеральная прокуратура куда смотрит государство пропаганда наркомании идет ну у нас единая россияне вполне с этим согласны они поддерживают как я понимаю но как граждане российской федерации который ходит в магазин ну не каждый день ну раз два дня я хожу а если считаете аптеки то через ну и через половину процентов да насколько по вашей оценке подорожала жизнь сейчас за этот год процентов на 30 минимум ну окей а москве а 30 каких-то регионах может быть на 20 но у нас девальвация была девальвация в полтора раза это мы в рублях получаем тратим там и в доллар благодаря успехов импортозамещение у людей сжалось потребление но господин гутенёв нам рассказал из единой россии это было классно дорогие товарищи вы стали есть самое дешевое мясо потому что вы стали есть лучше эти люди едят самое дешевое мясо от того что они стали жить лучше это где-нибудь в африке где они мясо никогда вообще не ели не общение да она людям человек начинает жить лучше начинает есть курочку курочка самый дешевый а на баранинку мясо них денег не хватает это я понимаю в российской федерации у нас вроде голода пока еще не было стараниями господ гутенёва за что мы мы искренне благодарны а и чего он получает люди переходят на самый дешевый источник животного белка от того что у них денег становится меньше свинину не хватает на баранину тем более на говядину тем более рыба это вообще премиум продукт для богатых спасибо господам всем этим франком кто там рынок пилил эти дочки внучки племянники собчак там поучаствовал даже в каком-то да-да-да-да в крабах участвовал а в рыбе участвовали другие да но это самые новые дворяне но они все развалили такой степени что у нас рыба стала элитарным продуктом при советской власти в крайнем случае люди приходили на 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 ментай я считаю там было моего сейчас это уже для богатых люди переходят ледяная у нас в москве я помню лежала прямо и ледяная вообще не считалось рыбы а сейчас и до моей маме объяснили что ледяная это не про вот этот вот смёрзшийся кусок льда а это рыба так называется а жутко удивлялась потом порядке эксперимента приготовил а душно отживу снова есть вкус классно то лучше ментая это внутри ска была совсем плохая тогда намного много раз даже лучше трески моментаем извините кошек кормили я помню не все кошки его ели на самом деле но это правда москва это москва может в питере тоже россия россия был по-другому я помню что в армии единственная вещь которую не мог есть даже состояние конченого голода были консервы заминтая в масло это была такая еда которая вот кусочек съедаешь и понимаю что лучше поголодать это киричка как шла нет киричка суши киричка томат на соусе это была одна из таких самых главных так скажем гастрономических о я смотрю уже это полилась полилась слюня да теперь для богатых рыба для богатых и когда человек беднеет чтобы сохранить возможность потому что вегетарианство тоже на самом деле для богатых чтобы сохранить возможность необходимый живой белок животный белок единственное то курица и яйца в этом причина роста спроса понятно что председателю комитета который занимается промышленностью торговлей таких нет ни на таких мелочей он питает в других перей а позориться то зачем я понимаю что человек от может не знать зачем позориться а пусть он человек никогда не ходит в магазин ну ужина у него ходит с ним не разговаривает с мужем боится ему плохие вещи рассказать я знаю такие семьи это неважно позориться то зачем зачем дискредитировать партию единая россия что и кроме господина гутенева нет кому дискредитировать да там блин многие прекрасно выполняют эту общественно значимую функцию я поддержу я очень люблю когда единороссы начинают разговаривать есть такая поговорка когда начинает врать англосакс когда он открывает рот когда единороссы начинают дискредитировать единую россию реже но тоже вполне успешно ну что ж это понятно но все-таки вопрос следующий заработная плата в двадцать третьем году выросла у каждого третьего сотрудника рассказали в нафи и началом выросла на сколько нанальная зарплата россиян увеличилась на тринадцать шесть реально на семи два ну вообще верно считаете номинальная зарплата выросла в тринадцать и шесть допустим что цены выросли на 30 процентов вот вам переход людей на курицу массовый переход а если цены выросли на 20 процентов все равно массовый переход людей но за реально же 7 процентов это не это среднее по больнице это среднее по больнице в которую включены доходы топ-менеджеров это же помимо бонусов зарплату получил а колоссальный но верхней части государственных чиновников давайте говорить вверх потому что основная часть чиновников живет на самом деле скудно это правда большинство чиновников честные люди можно ругать за искать то что они делают за то что они пишут но большинство чиновников честные люди которые живут скудно даже если брать депутатов значит вот сейчас мы дойдем что депутата тоже скромно живут реальной истории жизни я говорю еще наш вообще говоришь вам депутат жили нормально нужно значит депутат получал среднюю зарплату по стране согласен и меня значит в буфете налетают две единоруски такие тетки боевые с воврем ах ты сволочь у тебя лишние деньги завелись отдай нам депутата депутата дали пута первая реакция вот дальше выясняется что они всю свою зарплату сверх не сверх необходимого минимума дроны беспил дать самое бинты форма одежда берцы бусы все идет на фронт ну и для них реакция что нужно депутата сделать близким народу блин а чем у наших финансировать то будет но это лукавство нет но это лукавство это было очень это было очень искреннее чувство но это искренне лукавство искренне у тебя лишние деньги отдай нам мы сейчас так сказать я не скучаю что руководство партии решил подослать этих двух теток для того чтобы так сказать потроллить этих двух дам я хочу посмотреть на того кто кого-нибудь их куда-нибудь попытается послать он сам пойдет далеко стройными рядами с энтузиазмом добровольной песни вот то есть у людей даже мысли нет вот у этих вот что государства есть какие-то обязанности перед гражданами что что-то должно делать само да и депутат тоже должен делать у них такой мысли нету понимаете депутатов из единой россии но при этом при этом они в общем свои деньги используют очень правильные разумные числа ну если посмотреть по кстати по статистике единая россия сам богатая партия с точки зрения ее членов то есть там такое количество миллиардеров миллионеров и правильно если вы миллиардер вы находитесь в не единой россии распространяются закон российской федерации и все как вы стали миллиардером кстати у нас знаю знаешь михаил какая у нас самая преследуемая во власти структура где больше всего сидит людей мира городов нет совет федерации если посмотреть по количеству коррупционных дел это совет федерации и кстати партия единая россия тоже самая большая в процентном отношении парнях даже есть такой слоган голосуйте за партию жуликов воров и в процентном отношении все это раскладывается довольно убедительно вот но слушать а куда податься ну вот допустим что-то украл человек когда стал миллионером хорошо пусть миллиардером как ему защитить состояние идти во власть а власть идти в какую партию лдпс справедливо россию в кпрф новые люди нет лдпр все время была такая зубастая партия в плане защиты интересов а вы знаете 2 граждан россии назвали владимир вольфович жириновского политикам 2023 года при том что умер он в двадцать втором году на месте владимир владимирович я попросил бы список этих двух процентов он правда у нас демократ поэтому не попросит я бы попросил так по импортозамещению и технологическому суверенитету как в этом году был курс дан в очередной раз до мака мы только видим увеличение объем продукции китайского партопрома были какие-то прорывы в двадцать третьем году конечно автомобиль москвич вот я и даже официально признан российским автомобилем на котором можно ездить чиновникам и только кивань китайский хаваль который собирается в тульской области абсолютно российский исконный русский автомобиль москвич который собирается в москвобазе причем говорят я иронизировал очень долго что шильдик наверное делается в россии а мне сказали что я клевещу шильдик тоже делается в правильной стране это успех импортозамещение сейчас уже азербайджанские яйца на маршу турецкие турецкие само собой азербайджанские идут в авангарде там 400 тысяч яиц поступит в ближайшее время успехи импортозамещения как сказал в свое время министр промышленности торговли мантуров который в том числе за это стал вице-премьером повышен был импортозамещение успешно завершено импорт кончился замещать стало нечем ну потом естественно пресс-служба заявил что его опять не так поняли ну кроме вот этих вот каких-то можете может быть из вашей депутатской деятельности вы видели нас во втором квартале действительно был рост инвестиций более чем на 10 это бурный рост обрабатывающую промышленность зачем понадобилось осуществляется рукотворную девальвацию и более чем в два раза повышать процентную ставку чтобы задушить обрабатывающую промышленность не было бы чего душить не понадобилось бы все это устраивать во втором в третьем квартале несмотря на все это все равно у нас рост инвестиций больше десяти процентов опять официальная статистика там 12 с чем-то процентов но все равно это реальный но пусть не 12 меньше конечно все на реальный наглядный рост инвестиций то есть даже набиуллиной еще не удалось в третьем квартале задушить обрабатывающую промышленность не удалось задушить инвестиционный рост поэтому она еще раз ослабила рубль еще раз повысила процентную ставку уже до 16 процентов но зато мы теперь все понимаем как выглядит финансовая стабильность и которую так говорила димаевич путин так убедительно так ярко так образно мы это думали что это когда доступный кредит но мы ошибались на объяснили нашу ошибку вы поняли по и сейчас идем куда нас послали на какие-то вроде может быть все таки какие-то еще реальные там прорывы были или нету суть когда у нас рост обрабатывающих обычно не только военный но и гражданск реальный рост от хорошие это реально ну прорыв уже слова издевательская но это реальный шаг к лучшему действительно действительно правда и может быть у нас рабочих инженеров начнут готовить не только в узбекистане через некоторое время дойдет и до бюрократов отечественной сборки потому что узбекистан развернул сеть потом которая готовит молодых людей для работы в россии рабочем специальности россии этого не делается в россии это все кусочно разрывным методом но я думаю что надо вместо миллионов гастарбайтеров завести в россию из узбекистана пару-тройку министр и тогда они наладят так а наших туда наших туда конечно рыки копать главный соответствии с квалификации главные события в жизни российских граждан по версии в циум я сейчас сделаю озвучу некоторые пункты и потом вопрос для 22 процентов респонденты назвали с вон 16 процентов объем и стабилизации экономики рост ввп а также повышение цен на продукты жкх и бензин 8 процентов россиян предстоящий президентский выбор и прямую линию события внутренней политики считают главными 7 процентов внешней политики в качестве главного события назвали 4 процента респондентов мятеж пригожен 3 процентов участников опроса и по два процента респондентов отметили войну в израилю выставку на влнх и социальную политику в качестве главных событий года ну что нам может сказать эта статистика ну что людей очень короткая память потому что вы для 8 процентов то что случилось совсем недавно заслонила с собой все но свой рост цен да поправит правду 20 216 процентов убедить я не sao люди поняли под социальную политикой называю главным событием года ну но то что секс социальная политика на может быть плюс и в минус то есть а антисоциальная политика тоже соп校ин наблюдают вот но я полностью согласен что из вода это главное событие или не главный процесс который занял собой весь год и рост цен это тоже главный процесс который что я занял с собой весь год. Согласен. То есть, в Циумск исследования, в отличие от многих других, наверное, такое правильно. Ну, слушайте, что значит в отличие от многих других? А другие что-то другой? Нет, другие в Циумске исследования просто имеют формирующую основу. То есть, грубо говоря, используется не как исследование, а как формирующую образ. Я думаю, что это тоже используется как формирующий образ. А только 16% считают главным событием рост цен. Можно еще в два раза их повысить. Все в порядке, дорогие товарищи. Верной дорогой идем. А какое событие стало важным для вас в этом году? Ну, из общественных, если брать. У меня было много моих собственных событий. Интрига, интрига. Сначала про общественное, а потом про собственное. Собственное – это не важно. А личное, общественное – ну, что личное общественное? Знаете, вы будете сейчас надо мной смеяться. Но я бы, вот, выделил бы все равно вот эту вот прямую линию президента. Потому что на прямой линии президента я услышал один в один риторику наибиума и наизусть президента. Я услышал, что у нас все, в принципе, все очень хорошо. Что яйца у министра сельского хозяйства, извините, это рукопожатие было у Бориса Николаевича крепкое. А с яйцами у министра сельского хозяйства все в порядке. Они есть. Это уже хорошо. Яйца есть. Знаете, вот мне это безразлично. Меня интересует ситуация на рынке. Вот. У него там все хорошо. Как это? У нас плохо, а у него все хорошо. Вот. И это означает, на мой взгляд, это сигнал, очень внятный, очень четкий, что ничего меняться не будет. Что социально-экономическая политика Гайдара и Чубейса будет продолжаться без каких бы то ни было изменений. Набиулина могут заменить, Силуанова могут заменить, даже его сиятельство этого самого, кто у нас, Мантура могут сделать. Я уже думал, какое сиятельство... Шетникова могут сделать вице-премьером, но экономическая политика останется без изменений. Вот это вот основной сигнал, который дал президент Путин. Вот это для меня главное событие. Потому что у меня была надежда какая-то в течение года. После этого она умерла. Конечно, можно сказать, что у нас президент хозяин своего слова, что он с юмором относится к ситуации вокруг. Уже довольно большое количество политологов рассматривает слова президента о том, что... Ну, как бы, месседж президента о том, что ничего не озненится, как сигнал о том, что все изменится кардинально после президентских выборов. Что мы от воровства разграбли страны, перейдем к ее развитию. Есть такие люди. Есть такие люди. Но я президенту предпочитаю доверять. Я считаю, что если президент говорит, что белое, значит, белое. Если президент говорит, что все в порядке, значит, с его точки зрения все в порядке. Если президент говорит, что все в порядке, это не значит, что с его точки зрения все очень плохо и нужно менять. Я вот, может быть, я такая наивная чокотская девушка, но я стараюсь всегда слушать, что говорит начальство. И исходить из того, что начальство не обманывает. Ну, иногда я оказываюсь в дураках, как с повышением пенсионного возраста. Много раз так было. Но вот я предпочитаю, вот... Сержант сказал, что крокодилы летают. Значит, они летают. Но не зима. Но летают. Вот это для меня было самым важным событием этого года. Честно говоря, я не знаю, как жить со своим новым ощущением, что все будет по-старому. Потому что понятно, что если все будет по-старому, то будет недолго. В 2024 году это кончится. И примерно понятно, как. Это было по-потому поговорим. У меня есть такой вопрос попозже. Как сказать, по поводу, что там будет. Это мы обязательно. Ну, не могу не спросить по поводу мятежа Пригожина и что связано с Чувака Вагнера. Было в центре внимания общественной всю первую половину 2023 года. Что мы получили в сухом остатке? И как отрасились эти события на российской политической жизни? В сухом остатке мы получили исчезновение этих событий из политической сферы полностью. Говорят, товарищ генерал Суровикин себя не очень хорошо проявил в Африке. Но это ничего не значит. Я цитирую близко к тексту. Ну, а вообще, сам по себе, вот этот мятеж, он имел какие-то последствия прямые в политике? Мы не видели. Мы не видели. Сам по себе. Значит, не имел. Само по себе движение колонной и фактически отрыв власти это не проявление определенной политики. Вы понимаете, нам же Вячеслав Викторович Володин сказал, что вот всякие нехорошие люди из числа власти, они якобы испугались и убежали из Москвы. И он сейчас разберется и списочек составит. Вы, кстати, разобрались? Ну, раз списочка нет... Не, может, списочек куда-нибудь составит. Нет, я думал, что раз списочка нет, значит, этого и не было. Значит, все люди сидели в Москве на своих местах, ждали товарища Пригожина. Все было хорошо. Вопрос, как ждали, да? Ну, не могу дальше не коснуться наиболее яркие политические и околополитические дела уголовные в этом году. Я могу сказать, я не верил, что он дойдет до Москвы. Я немножко знаю, как работает наша система безопасности. Я в это не верил. Я совершенно спокойно гулял по Москве. Более того, в этот день у «Справедливой России» есть такой сюжет. Один день с депутатом. Со мной как раз снимали ролик. И со мной весь день был оператор, который, значит, снимал, как я встречаюсь с забирателями, как я там в штабе работаю, как я потом в офисе работаю, как я по Москве пошел гулять. Вот кто остановил Пригожина. Нет, нет, нет. Пригожина остановил Лукашенко. Вот кто. Позвонил, сказал, что? Это все закончилось. Ну, на самом деле, конечно же, нет. Это было совокупное воздействие всего и вся. Важно, что это, по официальной версии, не имело никаких политических последствий. Забудьте. Ну, вот вопрос все-таки такой по поводу ареста Игоря Стрелкова, Бориса Кагарлицкого, который иностранный агент, внесенный в печер террористов и экстремистов. Ну, иностранного агента Кагарлицкого выпустили со штрафом 609 тысяч рублей. Так что это уже закончилось. Ну, а за Стрелкова, судя по всему, заступиться некому. Так что все продолжается. А что вообще общего? Это не может ли вот эти вот две, так скажем, посадки, это быть, как бы это выразиться, тем ответом на марш Пригожина, чтобы, как бы сказать, вот Стрелков и Кагарлицкий посидели? Вы знаете, из этой же серии, можно сказать, вы знаете, я ответил на марш Пригожина тем, что я почистил ботинки и даже завязал шнурки во хозяйство. Вот это вот мой ответ на этот мятеж. А что, был сильный ответ. Сильный? Почистить ботинки. Фактически адекватный. Почистить ботинки, это вам всегда нужно. Еще собрать какой-нибудь чемоданчик тревожный. А есть общего тема? Вы знаете, если тревожный чемоданчик, то ботинки не надо чистить. Не, ну почему? Всегда надо быть красиво выглядящим. Не всегда и не везде. И даже с чемоданчиком. Ну, какие все-таки общие... Они их фактически арестовали через неделю. А, арестовали, да, по закону. Да, арестовали. Субсанкционировано. Арест. Это не задержание. Это не задержание, это арест. Да, это арест. И даже по страже. Один находился, второй еще находится. Что-то общее у них есть? Или это просто как будто... Они недостаточно восторженно относились к Единой России. Ну, и по официальной версии позволили себе какие-то недостаточно восторженные высказывания, которые попадают под действие Уголовного кодекса с точки зрения стороны обвинения. В отношении Кагарлицкого можно сказать, что суд зафиксировал, что он действительно это себе позволил. А в отношении Стрелкова суд пока еще ничего не принял. Так что страна обвинений считает, что это крайне общественно опасно. Я не удивлюсь, если выяснилось, что на него настучал какой-нибудь украинский блогер. Такое бывает. У меня тоже стучали украинские блогеры, после чего бывали проверки. Ну, какое у нас государство, да? Оно добросовестно относится ко всем информационным сигналам. Ну, какие, в общем, вы сказали по поводу того, некому за него заступиться. Кто эта тайная сила, которая заступила за болью? Нет, Кагарлицкий сказал, иностранный агент, сказал вполне внятно, что поскольку он марксист, у нас сейчас много левого движения в Латинской Америке, много левых пришло к власти в Латинской Америке. Они дружественно относятся к России. И по версии Кагарлицкого, опять-таки, за него заступились они. Ну, а Стрелков правый. Может быть, когда в Латинской Америке к власти придут правые... ФСБ? Когда придет ФСБ... Нет, у нас же ФСБ ни левый, ни правый. Может быть, когда у нас в Латинской Америке к власти придут правые, они заступятся за Стрелковым, не знаю. Ну, это уж вряд ли, потому что правые движения, они не настолько международные. Но, тем не менее, все равно будем ждать, потому что я бы не ожидал, что Борю выпустят, если честно, до Нового года, сделать ему такой подарок. Борис Июльевич. Да, да, Борис Июльевич. Все-таки. Да, да, да. Вот. Соответственно, такой прецедент все-таки интересный и нестандартный. Вообще, как бы сказать... Как бы... Вы знаете, была очень сильная магнитная буря на Солнце. И она повлияла на суд? Я этого не утверждаю. Понял. Я просто фиксирую этот факт. Государственная дума и ваша деятельность. Вот какие из принятых в этом году законов вы считаете самым важным, стоящим внимания? Самый важный в любом году, почти за редкими исключениями, это бюджет. К сожалению, бюджет прежний, бюджет разрушения страны. С моей точки зрения, это преступный бюджет. Вот. И на меня это произвело совершенно обручающие впечатления. Мели и мели, твоя неделя, главное это вывоз денег от страны, главное это датирование за счет людей, финансовых спекулянтов. Увеличили расходы национальную оборону, тут же часть этих расходов перераспределили в развитии экономики, это разумные, хорошие вещи. Но вот сейчас Министерство обороны мне сообщило в частном порядке, что в 2024 году будут решены проблемы бесквартирных военнослужащих. Они все-таки получат, почитающиеся по закону, денежные ваучеры. Естественно, они недостаточно уже для жилья, но хоть что-то. Все, кто до 2022 года, перед кем возникли обязательства до 2022 года. Я все жду официального письма, которое должно поступить в связи с этим. Может, я еще со слуха не так понял. Чувствую себя журналистом, когда говорят, и думаю, господи, неужели я тоже ничего не понимаю, что мне говорят. Потому что уж больно как-то хорошо звучит все это. Ну, посмотрим, послушаем. А какие-то законы, которые удалось внести, либо заблокировать? Ну, внес закон о девушеризации в начале того года о том, что бизнес, который не хочет возвращаться в Россию, должен быть конфискован к чертовой мать. Получил на это отрицательное заключение, смысл которого сводится к тому, что по конституции сверхприбыли наших врагов нам важнее жизни наших солдат и офицеров. Ну, так если переводить с бюрократического языка на содержательный. Комитет высказался в поддержку этой позиции, но Государственная Дума еще не отвергла. Посмотрим. Ну, есть шансы? Я не вижу. С изменением ситуации. Я не вижу. Высказывание президента вполне однозначно. Верной дорогу идем. Значит, вывоз денег будет продолжаться. Обналичивание денег внутри страны будет продолжаться. А раз так, какая нахрен девушеризация, вы о чем вообще? Ну, а для вас лично, что в этом году еще в Государственной Думе было важно? Какая ваша деятельность? Работа с избирателями? На самом деле, я привык думать, что у меня эффективность по запросам где-то процентов 10, может быть, 15. А сейчас я... Эффективность я перевожу. Это не то, что Михаил Делягин обрабатывает 10-15 процентов людей, которые к нему обращаются. Это я пишу запросы, по этим запросам есть правильный результат. Не в том смысле, что депутат все напутал, а заявители не знают закона, пошли нахрен. А в том, что действительно проблема решается. Вот. Запряг своих девушек, значит, решить посчитать, мне говорят, 25 процентов. Ну, это хороший результат. Я как член общественной палаты в прошлом могу сказать, что это хорошее. Подтверждаю. Это хорошее. Как бы у меня возникло острое желание все это пересчитать. А вот, ну, а если есть цифры какие-то, какое количество обращений удалось обработать в этом году? Есть цифры? Ну, сейчас тысячу что-то такое. Я не помню, на самом деле. Иногда бывает, что по нескольким обращениям один запрос. Либо коллективные какие-то обращения. Есть коллективные обращения. Иногда по одному обращению пишут 10 запросов. Это все надо смотреть, надо считать. На это сил не хватает. У меня еще, знаете, долг где-то с месяц обращения. Ну да, закон надо исполнить. Люди же не пишут через, как положено, через... Значит, дорогие друзья, у меня просьба. Есть у вас проблемы. Обращайтесь к депутату. Пишите через электронную приемную на сайте Государственной Думы. Потому что люди пишут в соцсетях, в какое-то сообщество, где я никогда в жизни там не захожу. Ну, потом, значит, мы вам три месяца назад писали, вы ничего не сделали. Где вы писали? В сообщество ВКонтакте. Не, ну правильно. Это я могу сказать так, что любому депутату надо обращаться официально. Либо на приеме, либо через интернет. Ну, через электронную приемную на сайте Думы. Прелесть еще в том, что это, значит, сразу попадает на контроль в аппарате Государственной Думы. Это самое, начинают разбираться с ним. Это прямо... Нет, ну, есть вещи, которые правильные. Так и должно быть, на самом деле. Ой, ладно. Да, ну и переходим к завершающей теме. Это прогнозы на 2024 год. Вы понимаете, что нас сейчас слушают женщины, дети. Контужины нас сейчас слушают. Вы понимаете, что мы сейчас окажем негативное психоэмоциональное. Это вопрос. У меня пришло после нашего прошлого эфира столько вопросов. И один из них, самый главный, что там Михаил Геннадьевич скажет, провангует прогноз. Так вот, значит, по прогнозам. Как оцениваете фактически начальщуюся избирательную кампанию? Что ее отличает от предыдущих? Избирательную кампанию я, конечно, на фусть позитивно. Началась она бодренько, правильно. Никто ее особо не заметил. Это самое главное ее достоинство. У нас же сейчас электронное голосование полное. 39% не помню, у регионов или участков, или населения. Вот, так что все хорошо. Выберем президент. Все будет классно. Нет, ну, конечно, можно голосовать за товарища Слудского. Можно голосовать за товарища Зюганова. Или там Харитонов. Я не знаю. Не обращал внимания. Можно голосовать за товарища Нечаева. Можно голосовать за Явлинский будет. Или Собчак. Или Борис Борисович Надеждин. Не знаю. Я бы, конечно, предпочел, чтобы шел Борис Борисович Надеждин. Ну, хоть какое-нибудь новое лицо. Знакомое лицо. Ксения Анатольевна я тоже знаю. Кстати, на этом блуднике, которая Ксения Анатольевна, была, по-моему, одна из самых одетых. Она была одета в костюм лошади, надеюсь. Ну, похоже, да, было на что-то. Но, тем не менее, она была одна из самых одетых. Кстати, очень загримирована, что ее, может быть, сразу нельзя было... Ну, может быть, это была просто легкая косметика. Возможно. Потому что он кажется тяжелым гримом. Возможно. Вот. Ну, слушайте. Ну, и компания как компания. Сходим, проголосуем. Выберем. Инфляция, зарплаты, ВВП. Что нас ждет? ВВП сколько посчитают, столько и будет. Инфляция тоже сколько посчитают, столько и будет. Захотят, будет 4% официально. Захотят, будет 24% официально. Какая разница, в чем посчитают? А не будет реально после президентских выборов, президентских, понятно, будут заливать, так скажем, деньгами и что-то там делать после президентских каких-то резких социальных и экономических обрушений? Ну, вы знаете, в 2018 году мы получили что после президентских выборов? Пенсионную реформу, да. Нет, сначала мы получили сохранение правительства Медведева. Что не мог вообразить себе никто. Так что в одном из силовых ведомств, где люди стучат не только на людей, но и друг на друга постоянно, мои знакомые, полузнакомые, встречаясь, вместо «здравствуй», говорит, «материли». Тихо, тихо, тихо. Не нарушаем закон Российской Федерации. Я сказал только «йо». Я сказал только «йо». Материли, значит, непосредственно все руководство Российской Федерации и расходились. Я это знаю потому, что был чудесный эпизод, когда два человека, полузнакомые друг с другом, мне это рассказывали. С такими глазами, если уж, представишь, никто ничего не боится. При встрече, значит, матерят руководства, вместо «здравствуйте». Я сижу и понимаю, что они друг с другом встретились. И оба мне эту историю рассказывают. Одну и ту же. Ждете все-таки по какому-то резкому обрушению? Или все-таки... Я не жду ничего резкого. Понимаете, если исходить из того месседжа, который дал президент, он может еще сменится. Вот я совершенно не исключаю, что... Кто, президент Путин? Нет. Настроение, ориентировка. Я совершенно не исключаю, что вот, условно говоря, встречусь я с каким-нибудь знакомым единороссом, сейчас попью с ним кофейку, и выйду от него в понимание того, что у нас будут грандиозные изменения, смена экономической политики и так далее. И, может быть, мы даже начнем развивать Российскую Федерацию. Я совершенно не утрирую. Но если судить по выступлению президента Путина, политика будет продолжаться та же самая. Эта политики хватит до осени 24-го года, какие будут дополнительные факторы. А летом что-то учудят украинцы. У них не будет сил для наступления, но они получат что-нибудь для активизации диверсионной деятельности у нас. Им нужно будет отчитываться перед американскими хозяевами, у которых будет смена власти. У американцев... Американцев списывают Байдена. То есть, значит, у них не получилось женщину сделать президентом, не получилось Хиллоря. Значит, они сейчас планируют сделать президентом первую историю трансгендера президента. Это Мишель Обама. И Мишель Обама может стать президентом. Ну, трансгендер в смысле... Мужик, который стал женщиной. Он... Убил этого несчастного самую бедолагу Обаму. Это шутка? Говорят. Или это... Или это конспирология? Говорят, что шутка. Но я считаю, что Америка вполне заслужила, чтобы ее президентом стал трансгендер. Я поддерживаю. Я это поддерживаю. Если бы я... Стоп, мы сейчас закон не нарушаем? Российская Федерация, которая была признана... Мы не нарушаем. Потому что чем хуже для Америки, тем лучше для России. В сегодняшнем соотношении. Я поддерживаю ЛГБТ-плюс в Европе. Я поддерживаю ЛГБТ-плюс в Америке. Я считаю, что Карфаген должен быть разрушен, к чертовой матери. И чем быстрее и эффективнее сам разрушится, тем лучше. Поэтому, ребята, Мишель Обама будет прекрасным президентом Соединенных Штатов Америки. Лучше Байден. Победит ли ее Трамп? Вопрос открытый. Но для того, чтобы окончательно списать Байдена, нужно будет завалить экономику. А у них как раз летом заканчивается ресурс от нынешнего витка поддержки доллара. То есть изменения в глобальном мире будут драматические. А когда мир распадается, то, соответственно, цена на сырьевые ресурсы снижается. Соответственно, будет удар по нам. Это будет неприятно. А это когда будет примерно? Лет. Конец лет. Ну, начало осени. Понимаете, удар под выбор должен наноситься так, чтобы никто не успел отреагировать. Модельная ситуация Лемон Бразерс. Которых завалили 16 сентября. Эффект проявился к выборам. Никто отреагировать еще не успел. Поэтому я думаю, что где-нибудь в тех же самых числах тоже будет что-то существенное. Ну, или они к тому времени заровняют все так, что выборы будут, нельзя сказать это слово, проведены так же блестяще и эффективно, как и в прошлый раз. Мы же не можем сказать, как на самом деле прошли выборы товарища Байдена в 2016 году, потому что мы на YouTube. Поэтому, скажем так, выборы пройдут так же эффективно и успешно, как и в прошлый раз. Но у них происходит действительно разбалансировка ситуации. То есть в том, что Байден должен уйти согласно всем, а вот кого вместо, вот эта вот демшиза, которую тащит Мишель Абаму, она очень сильна. Там реально очень сильна. При этом позиция Лондонского Сити ровно такая же, как моя. Горяне синим пламенем, они наши враги. Это вот англо-американское соперничество, которое уже в Израиле вылезло в полный рост этой хамасовской провокации с последующим массовым убийством мирного населения. Вот это, это уже просто конфликт вылез на руку. Как это оукнется о нас, не знаю. Но если у нас будет продолжаться прежняя гайдаровская политика, по нам это ударит очень болезненно и очень неприятно. СВО продолжение в каком формате ведет? Товарищ Шойгу сказал, что в следующем году закончим. У меня нет оснований сомневаться в высказываниях действующего министра обороны. Что тогда хорошего будет в следующем году? По вашим прогнозам. Весна. Весна на Заречной улице или русская весна? Ну, я не уверен, что русская. Скорее она будет исламская. Но весна будет безусловно. Так. За весной и лето. За летом осень, а потом опять зима. Нет, вот давайте не будем про осень и зиму. Это будет слишком не скоро. К тому же, говорят, глобальное потепление у нас развивается. Поэтому вот... Меня спросили, чего будет хорошего? Хорошего будет весна. Ну что ж, друзья. Михаил Делягин... А, и президентский выбор. Тоже хороший. Развучил, что... В следующем году будут две хорошие новости. Это президентский выбор и весна. Да? И это, кстати, не так долго ждать осталось. Не так плохо, на самом деле. Не так долго ждать осталось. Не так плохо. Вы знаете, чтобы когда-нибудь экономист мог спрогнозировать две хорошие новости одновременно... В одном эфире? Я просто не помню таких. Вот смотрите, подписывайтесь обязательно на Аврору. А, и у нас, наверное, еще снизится инфляция. У нас кого-нибудь еще назначат, не имеющего отношения к статистике руководителям Росстата, и у нас снизится инфляция. А вас в правительство назначат? Меня? В правительство? Да. Слушайте, а зачем вы хотите такого зла правительству Российской Федерации? Оно вам лично что плохого сделало? Ну, мало ли. Я задам на всяких случаях этот вопрос. А представьте себе, правительство меняется, Делягина назначают, и, как сказать... Понимаете, это будет означать, что государство от разграбления страны пришло к ее развитию. Так не бывает. Расслабьтесь. Расслабьтесь, так не бывает. Ну, что ж, друзья, сегодня у нас был завершающий эфир с Михаилом Делягиным на Авроре. С вами был Георгий Федоров. С вами был Михаил Делягин, депутат фракции «Справедливая Россия» и «Патриоты за правды» в Государственной Думе, заместитель-председатель комитета по экономической политике. Ну, и в новом году мы обязательно продолжим наши беседы с Михаилом Геннадьевичем. Представьте себе, с какой скоростью мы останемся в составе ВТО, если вдруг кто-то меня туда пустит. ВТО? Правительство. Нет, это абсолютно исключено. Понимаете? Для этого у нас должно произойти оздоровление государства. А вам президент что сказал? У нас все очень хорошо. Ну, все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, но в крайнем случае нет. Так говорил один мой знакомый. В крайнем случае все будет еще лучше. Да. Ну что ж, на сегодня это все. Обязательно ставьте лайки этому видео, распространяйте его. Хорошая новость. У нас реально сейчас по стране идет очень серьезная волна борьбы с коррупцией. Это правда. Пока на среднем уровне, но то, что Абызов получил гомерический срок 12 лет, это не про Чубайс. Это про то, что у нас начали коррупцию рассматривать как измену родину. Коррупцию власти. Это еще фрагментарно, это еще кое-где, кое-как. Но я просто смотрю вокруг себя, я вижу процессы, и я вижу посадки, я вижу приговоры, я вижу людей, которые были неприкасаемыми и вдруг они последствия. А это пока средний уровень. Но это позитивный уровень. Ну что ж, будем, как говорят у нас в Одессе, наблюдать. Обязательно распространяйте это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Аврора, подписывайтесь на канал Михаила Делягина в Телеграме, других в Ютьюбе тоже. Обязательно подписывайтесь. И читайте книжку «Мир после информации», там все написано. Обязательно. И обязательно подписывайтесь на мой личный канал Федоров Здоровый Телеграм. Здоровый человек. Федор Здоровый человек. Да. И на этом сегодня все. Всех с наступающим Новым годом. Счастья, здоровья, успехов, удачи. Ну что, махнем? Да я уже все почти выпил. Кофе выпит, коньяка не наливают, пора идти за работу. Я не пьющий вообще, только кофе. Но хорошо играющий, как пьющий. Я бы, если бы смотрел, я подумал бы, что очень даже пьющий, как в этом фильме. Знаете, если вы с 13-го года не будете пить, вам кофе зайдет правильно. Пока на сегодня. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова